Я верю, что новую холодную войну можно остановить и буду все для этого делать. Слова Михаила Горбачева. Сегодня заявил, мол, мир стремительно стремится в прошлое, но лично он принимать такое не готов. Высказался не просто так, а в преддверии московского показа документального фильма. О нем же лента, посвященная первому и единственному президенту Советского Союза, называется просто и лаконично. Знакомьтесь, Горбачев. Ну а снимал не россиянин, а иностранец, причем какой, без преувеличения, прославленный немецкий режиссер. Вернер Херцег. По служном списке картины, отмеченные призами Каннского фестиваля и гильдии режиссеров Америки, считаются мастером остросоциального кино про общественные конфликты. А вот в случае с Горбачевым, по отзывам, получилось как-то иначе. Мол, показали мягкого, добродушного, озорного человека, которым трудно не восхищаться. Многие, конечно, могут возразить и привести веские доводы, но хотя позиция немца, пожалуй, понятна. В конце концов, именно при Горбачеве высоединилась Германия. В любом случае, история, несомненно, рассудит. Ну, а непосредственно на премьере фильма побывал Антон Подковенко. Антон, приветствую. Приветствую. Много ли собралось желающих посмотреть? Не так много. На самом деле, показ был закрытым. Немало было гостей и за рубежа, ну и сам Михаил Сергеевич тоже присутствовал. На премьеру Михаил Горбачев приехал точно вовремя. Режиссер картины Вернер Херцег, по выражению его коллеги Андре Сингера, застрял в Патагонии и не смог прилететь в Москву. С Сингером Горбачев поздоровался как со старым приятелем. На съемках они встречались трижды. На этих беседах, собственно, и построена картина. До личной встречи Горбачев был для меня некой фигурой вдалеке, гигантом 20 века. А после я увидел, сколько гуманизма и человеческих отношений за этой маской политика. Сколько трагизма и интриг он пережил. От детства в селе Привольное через начало партийной карьеры к ее пику, когда Михаил Горбачев стал последним генсеком ЦК КПСС. Картина биографическая. Горбачев представлен как трагический герой и политический титан. Это так пишет немецкая пресса. Он просто завершал Советский Союз и сам об этом говорил. Им это нравится. Я их понимаю. Пусть они из него героя при этом не делают. Что значит человек, который пытался проводить модернизацию, а страна не выдержала? Знаете, да? Я пытался там разбить стену, езжая на нее на автомобиле, а автомобиль не выдержал. А как черт, я поперся в стену-то? Масковская премьера вышла скромной, без афиш, без красной дорожки, в одном из залов обычного кинотеатра в торговом центре рядом с МКАД. Только небольшой постер на дверях «Знакомьтесь, Горбачев». А ведь Запад действительно продолжает с ним знакомиться, интерпретировать по-своему. Хотя Горбачев такое же, по сути, международное слово, как, например, «спутник». Вот что писали критики после недавней премьеры в Торонто. Херцог недвусмысленно показывает Горбачева как силу добра в мировой политике. И трудно не разделить его эмоции. Важно отметить, что «Знакомьтесь, Горбачев» – чрезвычайно убедительный рассказ о непревзойденных политических навыках Горбачева и его роли в модернизации коммунистической России. Документалист Херцог, когда знакомился с Горбачевым перед интервью, представился поэтом. Фильм и, правда, не лишён художественного, субъективного взгляда. Херцог не скрывает, что благодарен Горбачеву. Рухнул союз, воссоединилась Германия. Михаил Сергеевич сдаёт все соцстраны, все страны соцлагеря Восточной Европы, в том числе и ГДР. А кто ему позволил вообще это делать? С какой стати? Это что? Он был барин, барин захотел, значит, взял, барин захотел, отдал, что ли? Понимаете? Вот что произошло. Поэтому понятно, что с точки зрения любого, так сказать, западного немца, Михаил Сергеевич лучший немец 20 века. А как же? В картине много про ядерное оружие, железный занавес и холодную войну. Говоря о прошлом, автор критикует растущее сейчас напряжение между Россией и США. Непрямым, правда, текстом говорят западные политики разного уровня, современники Горбачева. Ну и сам Михаил Сергеевич, разумеется. Он в интервью, кстати, подчеркивает, что Америке вскружила голову победа в холодной войне. Но самое главное, избавиться от ядерного оружия, как такового. Нельзя допустить распространение дальше. Надо уничтожать. Горбачеву фильм понравился, сказал, реалистичный и драматический. Херцог и Сингер в одном из своих интервью упоминали, что демонизация России непродуктивна. Вот, вероятно, и решили сделать упор на драму. Развал СССР, который, не будем забывать, стал для Запада хэппи-эндом. И нынешние аплодисменты тому доказательства. Антон Подковенко о немецком возгляде на российскую историю. Продолжение следует...